На улицах потеплело, и всё больше и больше молодёжи выходит погулять на улице нашего города. И это хорошо, свежий воздух полезен для здоровья. Но не стоит забывать об опасностях, которые могут ожидать вас на проезжей части. Тем более, что очень часто слышишь от дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают и участвуют дети. Какова же статистика таких аварий по Свердловской области, рассказал начальник ОГИБДД МВД России по Артёмовскому району Олег Макаров. На территории Свердловской области за два месяца 2014 года зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 58 детей получили травмы различной степени тяжести. Погибших детей не зарегистрировано. Отметим, что в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и сохранения жизни и здоровья детей в преддверии период школьных каникул с 18 марта по 1 апреля 2014 года будет проведено профилактическое мероприятие «Внимание! Каникулы». Хотелось бы напомнить родителям, чтобы в беседах с детьми важно обсудить опасность передвижения по проезжей части при наличии тротуара, несанкционированных перекодов, часто населением используемых. Важно разъяснить опасность дорожных ситуаций, так называемых ловушек. Это имеется в виду при выходе на проезжую часть из-за стоящего транспорта, из-за угла домов, поворотов, кустов. Отвлечение внимания на разговоры по телефону, использование плееров при переходе проезжей части, выход на проезжую часть, не глядя или не убедившись в безопасности перехода. Также Олег Макаров напоминает родителям, что необходимо приобрести световозвращатель детям, чтобы обозначить их на проезжей части в темное время суток. Кроме этого, можно в таких случаях использовать карманный фонарик. Хотелось бы напомнить водителям, что детские удерживающие устройства выбираются и приобретаются, учитывая возраст и рост ребенка. Такое сидение располагают в самой безопасной части автомашины, позади водителя.